Наша встреча продолжается и к нам присоединилась гостья. Сегодня в студии Наталья Гурова, руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами встречались не так давно, напоминали нашим зрителям необходимость уплаты налогов. Вот как обстоят дела в Пермском крае с уплатой налогов физическими лицами и какова общая сумма исчисленных и уплаченных налогов? В октябре текущего года 3 миллиона налогоплательщиков стали получать налоговые уведомления. В этом году мы всего начислили 5 миллиардов 700 миллионов налогов к уплате в бюджет. И хочу констатировать, что платежная дисциплина в этом году намного лучше, чем в предыдущие годы. По сравнению с предыдущим годом мы уже на 5% перевыполнили, так скажем, поступление. У нас сегодня процент взыскания 92%, ну и мы рассчитываем, что до конца года практически все налогоплательщики все-таки заплатят начисленные налоги и будет полное погашение. Наталья Владимировна, а как вы считаете, с чем связана вот такая успешная ваша работа? Ну, во-первых, это, конечно же, информационная, так скажем, пропаганда. Мы, наверное, активнее, чем в другие годы сегодня, используя разные способы и телевидение, и мессенджеры, все современные средства связи и разные, наверное, стили изложения. Кто-то понимает сухим языком, кто-то понимает более творческие какие-то, да, молодежь наша. Поэтому мы использовали все инструменты, и я думаю, что это точно принесло свою пользу. А сколько льготных категорий в Пермском крае и какие установлены, может быть, новые льготы в этом году? Ну, всего у нас региональным законодательством предусмотрено 15 льготных категорий. Наверное, самые популярные – это пенсионеры и предпенсионеры, они так называются. Это те, кто по старому законодательству относился к пенсионерам. Это инвалиды, ветераны вооруженных сил, да, военные. Вот такие, наверное, категории. Ну, и есть более мелкие, я их сейчас перечислять не буду, но самые популярные – вот эти. Новые льготники появились в этом году? Да, в этом году буквально недавно издан закон региональный новый и предусмотрена льгота по транспортному налогу для участников специальной военной операции. Очень важная льгота. Вот одно из транспортных средств, которое в законе перечислено, они имеют право по нему не платить транспортный налог. Но хочу отметить, что начисления за 2022 год уже были произведены ранее, до издания этого закона. И поэтому сегодня там, где мы уже имеем информацию о таких категориях налогоплательщиков, мы самостоятельно производим перерасчет. Ну, и обращаясь ко всем телезрителям, хочу предложить тем, кто хочет воспользоваться этой льготой самостоятельно или, возможно, что родственники могут обратиться в налоговый орган с заявлением соответствующим, представить подтверждающие документы. Желательно, чтобы указали регион прохождения службы. Это нам упростит быстрее обменяться соответствующей информацией. И все перерасчеты будут произведены, и налогоплательщики смогут вернуть, если они вдруг уплатили по ранее начисленным уведомлениям налог, они смогут его путем подачи заявления также вернуть из бюджета. Если налогоплательщик не получил налоговые уведомления, что делать в этом случае? Бывают ли такие ситуации? Да, конечно, такие ситуации бывают. То есть, это, возможно, и законодательно не предусмотрено получение. Ну, например, если сумма налога менее 100 рублей, то не придет уведомление. Либо если, опять же, льгота полностью перекрывает начисление. Но, возможно, и какие-то сбои в системе, так скажем. Здесь мы рекомендуем обращаться в налоговые органы, как лично, причем независимо от места регистрации. В любой филиал МФЦ возможно обратиться. Так и очень удобные наши сегодня способы, сервисы. Обратиться в ФНС, либо через личный кабинет физического лица. Можно прислать электронное обращение, и мы рассмотрим его и дадим ответ. А если человек налоговое уведомление получил, но по какой-то причине вовремя налог не платил, что он может сейчас сделать? Ну, во-первых, я сейчас вот прям рекомендую все-таки ускориться, так скажем, потому что наступают сроки уже принудительного взыскания. Соответственно, самое, наверное, меньшее из проблем это то, что будут начислены пения, они будут прирастать с каждым днем. Со 2 декабря у нас будет начисляться пение в размере 1,3 ставки рефинансирования Центробанка. Ставка, кстати, тоже увеличивается. Ну и в последующем это процедуры взыскания. То есть мы будем самостоятельно взыскивать через счета налогоплательщика, через службу судебных приставов будем посылать судебные приказы. Потом эти документы уйдут в службу судебных приставов, будут производиться тоже аресты по счетам, будет накладываться, возможно, обеспечение на заработную плату, запрет выезда за границу. Ну все вот эти вот неприятные моменты, которые будут ожидать тех, кто все-таки не исполнит свою обязанность в ближайшее время. Это все последствия, которые могут наступить для человека, не оплатившего во временологии, или еще что-то предусмотрено? Ну, в общем, наверное, вот перечислила я все последствия, и в том числе самые критичные. Но в зависимости, опять же, от стадии, да, самое простое, это, конечно же, только пение, да, то есть просто повышенная сумма, а все остальное, это уже, наверное, больше репутационные какие-то вещи неприятные, разбирательства, так скажем, да, неожиданные, когда, может быть, мы не подготовились, и вдруг там арестуют счет, да, у тебя по этому счету какие-то другие запланированные траты или операции. То есть вот такие неприятные моменты, наверное, они более, наверное, плачевно, да, сказываются на жизни, на жизни, там, жизнедеятельности налогоплательщика. Наталья Владимировна, я все-таки предлагаю закончить нам на позитивной ноте. Впереди Новый год, праздники. У вас есть сегодня возможность обратиться к нашим зрителям? Да, я с удовольствием обращаюсь и к нашим зрителям, и к своим уважаемым коллегам. Хочу поздравить, конечно же, всех с наступающим Новым годом. Ну, как налоговик, считаю, что всегда в такой светлый, добрый праздник надо заходить без долгов, это точно. И сегодня, в общем-то, наверное, к этому призывала всех жителей Пермского края. Хочу пожелать, чтобы вот в Новом году обязательно у нас у всех было состояние спокойствия, умиротворения, чтобы мы, наши близкие, обязательно были здоровы, счастливы. Ну и, конечно, чтобы вот праздничное настроение, праздничные вот эти вот все приятные моменты обязательно откликнулись в наших душах и, в общем-то, принесли нам много положительных эмоций и впечатлений. Наталья Владимировна, мы тоже поздравляем вас и ваших коллег с наступающим Новым годом. Благодарим за очень плодотворное сотрудничество в уходящем году. И нашим зрителям напомню, что сегодня в студии была Наталья Гурова, руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова